24 ноября, в студии с новостями, Андрей Юлиан, здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В столице Мальты прошел саммит Евросоюз Африка. Ящерица поставила рекорд по отращиванию хвостов. Римско-католическая церковь получит здание костела в Севастополе. Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. В столице Мальты-Валети прошел саммит Евросоюз Африка, где представители из 40 государств искали способы решения проблемы обширных миграционных потоков страны ЕС. Ключевой акцент в плане предлагаемых действий сделают на основании необходимых условий для возвращения бежавших от войны людей на родину. В рамках саммита ЕС хочет запустить целевой фонд для африканских стран на 2 миллиарда долларов. В учреждении фонда поучаствовало 25 европейских государств. Передаю тебе НТВ.ру. Ящерица из Аргентины поставила рекорд по регенерации. После травмы она отрастила 6 новых хвостов. В некоторых случаях автотомии хвост у ящерицы ломается, но не до конца, отделяясь от туловища. В результате новый хвост получает 2-3 кончика. Однако случаи выращивания 6 хвостов пока науки были неизвестны. Раненую молодую особь черно-белого тегу герпетологу Николасу Пилигрину из Национального университета Кордовы принесли офицеры экологической полиции. Рана животному была нанесена острым предметом. Очевидно, что особенности хвоста помогли ящерице выжить после опасного инцидента. Однако пользы от нескольких хвостов не так уж много. Они затрудняют движение животного. Передает goodnewsanimal.ru Здание костела постройки начала 20 века в центре Севастополя будет передано местному приходу Римско-католической церкви. Договоренность об этом достигнута между Ватиканом и Москвой. Костел расположен на площади Ушакова. С советских времен в нем находился детский кинотеатр «Дружба». В последние годы здание пустует. Стороны обговорили обязательное условие – размещение в здании органа и проведение концертов органной музыки. Таким образом, после реставрации костела орган в Севастополе может стать самым крупным на юге России. По информации местной религиозной организации, в Севастополе насчитывается 300 человек, исповедующих католизм. Костел был построен в 1905 по 1911 годах с санкций императора Николая II. До революции это был единственный католический храм в Севастополе. Передает седмица.ру. Радиовектор поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 24 ноября в 1510 году родился Джон Нокс, крупнейший шотландский реформатор 16 века, заложивший основание Пресвятерианской церкви. В этот же день в 1784 году родился Закари Тейлор, крупнейший американский командир, благодаря военным заслугам, ставший 12-м президентом США. В 1861 году родился Август Бир, выдающийся германский метик, один из пионеров немецкой хирургии, который первым применил спинальную анестезию. 24 ноября Таджикистан отмечает День государственного флага, Турция – День учителя, а в Само – Национальный женский день. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok